В Казахстане исключат посредников цепочки поставок керосина для авиаперевозчиков, сообщает КазПравда со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития страны. Из-за сезонных плановых работ на отечественных нефтеперерабатывающих заводах и ограниченного производства авиационного топлива отрасль ежегодно сталкивается с дефицитом авиакеросина. В МИР напомнили, что в конце прошлого года достигли договоренности о поставках керосина по приоритетности. В первую очередь авиатопливо должно поставляться отечественным авиакомпаниям, выполняющим пассажирские перевозки, и только потом иностранным авиакомпаниям и грузовым перевозкам. Такая схема распределения авиатоплива не подлежит обязательному исполнению со стороны ресурсодержателей нефтепродуктов, но имеет рекомендательный характер и направлено на недопущение перебоев в внутренних и международных пассажирских перевозах, отметили в ведомстве. Поэтому сейчас два министерства для исключения посреднических услуг и обеспечения бесперебойных поставок авиатоплива готовят дополнительные меры. В их числе переход на стопроцентную реализацию авиатоплива через товарные биржи, что позволит обеспечить прозрачность процесса приобретения авиатоплива напрямую у ресурсодержателей, исключительно для субъектов гражданской авиации. В целом же для исключения дефицита авиатоплива на внутреннем рынке и зависимости от импорта по-прежнему необходимо увеличение ежегодного объема производства авиатоплива отечественными НПЗ. Это особенно актуально, если учитывать рост основных показателей сферы авиаперевозок в результате постепенного восстановления полетов после локдауна 2020 года, а также увеличение количества технических посадок транзитных самолетов. Норвежский производитель удобрений сократит производственные мощности примерно до 35% из-за слишком высоких цен на газ, пишет Bloomberg. Об этом говорится в сообщении на сайте компании. Суммарное сокращение годовой мощности производственной системы Йора составит 3,1 миллиона тонн аммиака и 4 миллиона тонн готовой продукции, в том числе мочевины и нитратов. Решение Йора показывает, как энергетический кризис в Европе сдерживает производство удобрений, в котором газ – ключевое сырье, пишет издание. В Европе утрачено уже более четверти мощности по производству азотных удобрений. Это может привести к тому, что фермеры будут использовать меньше удобрений, что, соответственно, отразится на урожайности и в итоге скажется на стоимости продовольствия в мире. На неделе другой производитель удобрений американская компания объявила, что временно приостановит выпуск аммиака на заводе в Великобритании. Компания сослалась на рыночные условия. При текущих ценах на природный газ и углерод производство аммиака на предприятии Великобритании экономически нецелесообразно. Стоимость газа сейчас более чем в два раза выше, чем год назад, и в ближайшие месяцы будет только расти, считает производитель. Крупнейшие химические компании Польши также сокращают или приостанавливают производство аммиака. В Финляндии заговорили о возможных проблемах с зимней резиной, и это заставило многих финнов заранее приобрести товар, сообщает Илей. Из-за коронавируса, российских санкций и проблем с доступностью сырья весной высказывались предположения, что предстоящей зимой в Финляндии возможен дефицит автомобильных шин. Пока зимнюю резину найти можно, однако в дальнейшем ассортимент брендов может сократиться. Проблемы с логистикой и инфляцией вызовут рост цен. По самым оптимистичным подсчетам, стоимость комплекта шин будет стоить на 100-200 евро дороже, чем год назад, говорят предприниматели. Сообщается, что склады по-прежнему заполнены, в наличии немало базовых моделей, но делать прогнозы пока трудно, хотя сейчас ситуация кажется обнадеживающей, считают предприниматели. Согласно статистике, летом и весной было продано на 20% больше зимней резины, чем в прошлые годы. Автор напоминает, раньше из России импортировалось больше половины шин для легковых автомобилей, продаваемых в Финляндии. В период пандемии были трудности с поставками, в том числе в связи с нехваткой контейнеров и с возникшими проблемами с доступностью сырья. Национальный банк Казахстана открыл продажи коллекционных монет «Теляшар», передает «Деловой Казахстан». Монеты из серебра номиналом 500 тенге, из мельхиора номиналом 100 тенге и из низильбера номиналом 100 тенге продолжают серию обряды национальной игры Казахстана. Все монеты имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон. Монеты из серебра изготовлены с применением технологии нанесения цветной эмали, монеты из мельхиора с применением технологии интерференционного радужного покрытия. Они выпущены тиражом 5 тысяч, 30 тысяч и 100 тысяч штук соответственно. Все монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан и по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Казахстана. Монеты из серебра выпускают в сувенирной упаковке с номерными сертификатами качества Национального банка Казахстана на государственном русском и английском языках. Коллекционные монеты изготовлены на казахстанском монетном дворе.